Секрет успеха будущего хита I was made for lovin' you babe Уже трудно определить, кто первым взялся рисовать на своем лице нечто большее, чем губы и тени Дэвид Боуи или же Питер Гейбрилл Но первыми, кто приходит на ум при упоминании рок-мейкапа, всегда будут Кис Однажды основанная Хаймом Витцем, уроженцем Хайф и более известным миру, как Джин Симмонс И Стэнли Харви Айзеном, также рожденным в приличной нью-йоркской еврейской семье, более известным как Пол Стэнли, группа Уиккед Лестер Решила сменить название на более провокационное Кис Кстати, они утверждают, что принятую в военно-морских силах США аббревиатуру Кис от Keep It Simple Stupid, то есть делай проще тупиться, они не знали Гитарист группы Пол Дэниел Фрэнли нарисовал новую афишу со словом Кис, где две буквы С были сложны как молнии Но такое написание тут же обратил внимание один дотошный журналист, разглядевший в логотипе две сложенных руны Савилла Как на шевронах эсэсовцев, означавших, кстати, в 4-5 веках нашей эры на прагерманских языках Солнце И раздул первый скандал вокруг группы Хоть скандальчик и привлек первое внимание группе Кис, добропорядочные нью-йоркцы быстро избавились от такого некошерного сходства, превратив молнии в зеркально перевернутые буквы Z Однако на фоне множества американских групп в начале 70-х, наперебой игравших одно и то же, этот скандал сильно выделиться не помог Тогда Джин и Пол, вдохновившись комиксами и фильмами ужасов, решили усилить визуальную часть, как актеры японского театра Кабуки, нанеся на лица тот самый знаменитый мейкап Гитарист Эйс Фрейли стал космическим тузом, ударник Питер Хрис выбрал образ человека-кота, фронтмен Пол Стэнли, выбелив лицо, накрасив губы и нарисовав звезду вокруг правого глаза, назвал себя «звездное дитя» Самым же харизматичным оказался басист Джин Симмонс, избрав себе образ демона, дополненный доставшимся ему от природы почти 13-сантиметровым языком Джин однозначно производил впечатление В принципе, эту идею можно считать прототипом проекта «Гориллос», ведь каждый перестал быть просто музыкантом, а стал персонажем И хоть первый концерт группы «Киз» в новом образе 30 января 1973 года в Пинси в попкорн-клаб прошел аж для трех человек В дальнейшем продюсерам пришлось попотеть, чтобы достичь равновесия, ведь первые альбомы «Киз» по-прежнему продавались крайне вяло А вот поглазеть накрашенных рокеров реально набивались полные залы В 1979 году, когда группа Дезмонда Чайлда, венгра по отцу и кубинца по материнской линии Удивила американцев неслыханной разновидностью мелодичного рока, на Дезмонда стали обращать внимание В это же самое время, пребывавшие в расфокусе после сольных проектов музыканта группы «Киз» Решили снова записать что-то вместе, и им требовалось что-то новое, но одновременно без риска девальвации их прежних побед Слоняясь по Нью-Йорку, сходившему с ума от фильма «Лихорадка субботнего вечера» и распевавшего на все лады «Стейнлайф» группы «Биджи» Пол Стэнли как-то затусил в знаменитом клубе «Стюрио 54», ставшем в тот момент эпицентром нью-йоркской диско-истерии Уже на следующий день он купил себе драм-машину, накрутив на ней диско-бит, Стэнли почти сутки гонял вот это тут-статс, тут-статс у себя дома Периодически пробуя наигрывать сверху всякие гитарные рифы А после у него состоялся разговор с Винни Понсо, которого кисы пригласили продюсировать альбом «Ты знаешь, кажется мне нравится эта лихорадка субботнего вечера, мы можем как-то использовать это в новом альбоме» На что Винни ответил «Сейчас у меня в студии пишется парень, которого через месяц порвут на тысячу проектов У тебя есть шанс первым снять сливки с его мозгов» Так Дезмон Чайлд и познакомился с Полом Стэнли, а позднее и остальными кисами Дело в том, что до этого момента рокеры вообще никогда не пускали кого-то со стороны в авторство своих песен Но, как рассказывал потом Дезмонт, он сразу понял, что задумал Пол Когда Стэнли принялся напевать мотив, не имевший слов, просто на ду-ду-ду-ду-ду под танцевальную драм-машину Дезмонт взял гитару и принялся наигрывать простым попсовым боем Отчего сначала принялись хохотать, а потом осознали, что в этой простоте и кроется секрет успеха будущего хита Правда, потом музыканты долго не могли уговорить принять эту песню Джина Симмонса Тот просто ревел от бешенства, когда ему сказали про диско И говорят, Джин до сих пор филонит на сцене, пока остальные поют этот рефрен Уже на следующий день, после премьеры песни, Пол Симмонс позвонил своему другу Джону Бонжови И сказал практически слово в слово то, что прежде услышал от Винни Понса Джон, ты будешь полным идиотом, если не доверишь свой новый альбом этому чертову кубинцу Дезмонду Так начиналась история песни Living on a Prayer группы Бонжови И, как вы понимаете, это будет совсем другая история Как-нибудь в следующий раз Здесь, на канале Откуда ноты растут Всегда ваш Николай Крупатин Субтитры создавал DimaTorzok